Хотя моральных недоумков тоже много встречается. Очередное оперативное совещание в правительстве Башкирии началось не с кадровых назначений, а с разговоров о Донбассе. Первым к миру призвал митрополит Уфимский-Стерлитамакский Никон. Его наградили Орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. В ответном слове он затронул и политическую ситуацию. Конечно, экономика это не наше дело, но политическое состояние и спокойная, мирная жизнь, она играет тоже одну из основных и важных ролей в жизни деятельности каждого региона и, конечно, в жизни каждого человека. Хотелось бы сегодня обратиться к жителям нашей республики. Страдают наши братья, Донецкая, Луганская республика. Глава Башкирии рассказал, что уже 22 февраля в республику приедут первые беженцы из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Возглавить оперштаб по эвакуации и подготовить пункты временного размещения поручили министру здравоохранения Максиму Забелину. Беженцы поселятся в санаториях и общежитиях, а некоторые жители готовы приютить их и у себя дома. Огромное количество людей начали высказывать свою личную готовность примять этих людей. Я видел, вчера смотрел, там женщина с Енаула пишет, что готова там семью к себе домой взять даже. Это, я считаю, что в лучших традициях наших жителей нашей республики. Тех, кто протестует против помощи беженцам, Хабиров назвал моральными недоумками, но отметил, что их меньшинство. Если вы хотите помочь эвакуированным гражданам ЛНР и ДНР, обращайтесь в ситуационный центр по номеру 8 347 218 19 19. В связи с тем, что наши люди проявляют такое желание, и кто-то помочь продуктами, кто-то какими-то денежными средствами. Поэтому мы решили всю эту работу, чтобы она была и законной, и эта работа была организована. Мы создали общественный штаб поддержки. Другой животрепещущей темой стала отмена QR-кодов в Башкирии. Теперь они не нужны, чтобы зайти в торговый центр, заведение общепита и другие общественные места. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, число заболевших постепенно снижается. Выписано с выздоровлением с последние сутки 612 пациентов. Это объясняется тем, что были выходные дни. Всего суммарно выписано с выздоровлением 152 тысячи человек. Это 79% от заболевших. По вакцинации, мы приближаемся к завершению достижения условленного плана. В настоящий момент выполнено 98,3%. Это 2 441 347 наших граждан. Но, несмотря на отмену QR-кодов, в Башкирии сохраняется режим повышенной готовности. Одновременно с этим такой же режим могут объявить и из-за эвакуации беженцев. Глава Башкирии признался, что он в замешательстве. Прошу Совет Безопасности сегодня изучить вопрос юридически. В связи с прибытием к нам жителей Донецкой и Луганской республики, полагаю, возникает вопрос юридического свойства. Это введение или не введение режима чрезвычайной ситуации. Поэтому надо об этом подумать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!